Вот Боря, вот портрет его. Видите, это нарисовал отец, это из школы ученица. Да у меня, видите, сколько свечей, у меня все время вот запас. У портрета любимого мужа она каждый день зажигает свечи. В семье Капустинах этой грустной традиции ровно 42 года. В то время вся страна знала, красивая песня «Огромное небо» основана на реальных событиях. Она о подвиге советских летчиков. Они одного года рождения одинаково закончили техникум. И в один год поступили учиться, закончили эти военные училища. Это был 1966 год. Как тогда говорили, время международной напряженности. Шутник Борис Капустин и скромный тихоний Юрий Янов были на передовой холодной войны. Как тогда говорили, время международной напряженности. Шутник Борис Капустин и скромный тихоний Юрий Янов были на передовой холодной войны. Перегоняли в Германию советские самолеты. 6 апреля 1966 года эти кадры телевидения Западной Германии показало в прямом эфире. В английской зоне оккупации ЧП рухнул советский перехватчик. Вскоре спасатели достанут из озера тела летчиков, закадочных друзей Капустина и Янова. Он не должен был лететь. Пришел тот, который должен был лететь офицер, и говорит, Боря, у меня жена заболела, я прошу тебя, подмени меня. Но Боря, конечно, он никогда никому ни в чем не отказывал. И Боря полетел. Собственно говоря, полетел за смертью. За кадром останется дипломатический конфликт. Обломки самолета вернут без секретного прибора. Зато советским людям расскажут, пилоты ценой своей жизни спасли чужой город. Если бы они катапультировались, на что они имели право, они были бы живы, но самолет упал бы определенно на живой массив. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Для композитора Аскара Фельдсмана в огромном небе зажглась звезда. Даже знаменитые ландыши не имели такого успеха. Как-то пришел ко мне Роберт Рождественский, это же его стихи, и сказал, слушай, ты знаешь, в правде вот есть такая маленькая заметка, что два летчика, значит, спасли огромный город от беды. Историю о том, как она последняя в гарнизоне узнала о гибели мужа, Галина рассказывала сотни раз, но даже сейчас едва сдерживает слезы. Открывается дверь, заходит командир, сам полит, друзья, врач. Я как и глянула, ну все понятно, я только спросила, он жив? Да, командир говорит, так вот, все. У Эдиты Пьехи и вдовы летчика Капустина своя история. Специально ехать на ее концерты я из-за этой песни не могла, потому что я не могла ее слышать. У меня, знаете, все это переворачивалось. Я сразу все это наплывало, как говорится, все воспоминания. Я ее проживала, эту песню, не просто слушала. Звезда сама разыскала Галину Андреевну и лично пригласила на концерт. Второй ряд, портер, Эдита Станиславовна не раз признавалась. Так проникновенно, как в тот день, она не пела никогда. Вдруг она объявляет о том, что вот песня, в зале присутствует жена, и вот эта песня, реальные события, посвящается Капустину, Яну, вот, и начинает петь эту песню. На родине Юрия Янина, Смоленской области, ему установили мемориальную доску. В честь Капустина здесь назвали маленькую улочку. В Германии аж три монумента посвятили советским летчикам. А в родном городе Бориса Капустина, Ростове-на-Дону, ему поставили только один памятник на братском кладбище. Так получилось, что память о героическом подвиге на родине летчиков хранит только песня «Огромное небо». 6 апреля – годовщина трагедии. Для Галины Андреевны это особый день. Прошло уже 42 года, но на могиле мужа, когда слышат «Огромное небо», она до сих пор плачет. «Огромное небо», «Огромное небо», «Огромное небо», «Огном на двоих». Элла Бойко, Виталия Пашина, Дмитрий Осипов, «Огромное небо», телекомпания НТВ.